В этом видео я покажу вам, как вы можете взять графику, скачать к себе на компьютер графику с сайта, который вам понравился. Сразу хочу предупредить, что используйте этот метод в случае, если вам нужно временно протестировать тот или иной дизайн. Дело в том, что если вы берете чью-то графику с сайта, то это может расцениваться как воровство, поскольку графика, как правило, профессиональная, покупается, либо создается самостоятельно. Поэтому используйте этот метод только в целях временного тестирования того или иного дизайна, который вы хотите осуществить на своем блоге. Мы рассмотрим на примере сайта templatemonster.com, где выкладывают профессиональные студии свои работы, то есть шаблоны для CMS, в том числе и для WordPress, для Joomla, для Drupal и других. В общем, нам не важно на самом деле, для чего сделаны эти дизайны, эти шаблоны. Важно просто посмотреть, какие вам нравятся и выбрать ту графику и те сочетания цветов, которые вам хотелось бы использовать на своем блоге. И, конечно же, не получится как бы реализовать полностью 100% эти дизайны на шаблоне AB Inspiration, поскольку создаются они исключительно профессионалами, оригинальные создаются вещи и с графикой оригинальной и так далее. Но сделать имитацию, как бы взять цвета уже гармоничные, вы можете и реализовать это все на своем блоге. Итак, заходим на сайт templatemonster.com, далее переходим в раздел категории рубрики и выбираем ту рубрику, которая подходит под вашу тему блога. Здесь есть искусство, культура, праздники, подарки, цветы, спорт, путешествия, люди, медицина, дом, семья, мода, красота, образование, книги, бизнес и так далее. Я выбираю бизнес и сервисы. Далее спускаюсь чуть ниже и ищу тот вариант, который я бы хотела, или подобный вариант реализовать у себя на блоге. Цветовую гамму и основное изображение. Итак, вот мне нравится, к примеру, вот этот сайт. Далее я навожу мышкой на скриншот и нажимаю на кнопку Live Demo. Далее у меня открывается страница, так называемый eFrame, то есть на сайте templatemonster.com, внутри есть окошко, где отображается предпросмотр данного сайта. Здесь у нас есть фоновое изображение и, соответственно, цвета, которые на данном шаблоне использовались. Я хотела бы взять фоновое изображение и скопировать цвет. Итак, самый простой способ скопировать фоновое изображение, это навести мышку на само фоновое изображение, нажать правой кнопкой мыши и выбрать из списка открыть фоновое изображение. Да, кстати, я сейчас работаю именно в браузере Firefox. Такие инструменты есть также и в Хроме, но здесь как-то больше есть возможности скопировать графику. Итак, в Firefox наводим мышку на изображение фоновое, нажимаем правой кнопкой мыши и из списка выбираем «Открыть фоновое изображение». Далее открывается фон, нажимаем правой кнопкой мыши и нажимаем «Сохранить изображение как». Далее выбираем папку, где мы хотим это сохранить и сохраняем у себя на компьютере. Вариант второй. Вы можете скачать всю графику, все точнее изображения данного сайта, абсолютно все, что здесь есть. Для этого делаем следующее. Необходимо вот это окошко и фрейм открыть отдельно. То есть сейчас оно в качестве окошка основного сайта, нам необходимо сделать его как бы отдельным сайтом. Для этого нажмите правой кнопкой мыши и выберите из списка в этом фрейме и дальше из второго списка «Показать только этот фрейм». Отлично, то есть у нас предпросмотр открылся как отдельный сайт. Далее нажмите правой кнопкой мыши и нажмите «Сохранить как». Покажется страница HTML. Выберите папку, где вы хотите это сохранить и нажмите «Сохранить». Далее откройте папку, в которой вы сохранили данную страницу. Она так и называется «Home Files». И здесь вы увидите все файлы стилей, файлы JavaScript и в том числе картинки, которые используются на данной странице. Но хочу сразу обратить внимание, что здесь сохранены именно картинки. Изображение, которое используется в качестве фона, это определяется именно в стилях, здесь не сохраняется. То есть вот эта вот основная картинка, которую мы до этого скачивали, ее здесь в этой папке нет, только картинки. Сейчас покажу вам какие картинки. Итак, вот эта картинка, вот эта, вот эта и так далее. А вот фоны, фоны можно скачать, еще раз повторю, как нажимаем правой кнопкой мыши на фон, открыть фон, фоновое изображение и сохраняем изображение как. Еще один вариант, как можно посмотреть все фоновые изображения и вообще все картинки, всю графику данного сайта, это вариант следующий. Опять же, нужно, чтобы страница была открыта, как бы и фрейм открыт в отдельном окне. Далее в браузере Firefox вверху в панели меню нажмите инструменты и далее выберите из списка информации о странице. Далее перейдите во вкладку медиа, мультимедиа и вот здесь у вас вся графика по списку данной страницы. Вот фоновое изображение, картинки, еще картинки, еще одно фоновое изображение, просто картинка и так далее. Фоновые изображения помечены словом фоновое изображение, просто изображение, написанное изображение. Чтобы скачать фоновое изображение и просто изображение, вообще графику, нажимаем, соответственно, на картинку в списке и нажимаем на кнопку «Сохранить как». Все, выбираем папку у себя на компьютере и сохраняем. Вот это самый полный способ. То есть, еще раз повторю, в первом случае вам нужно отдельно каждую картинку сохранять. Если фоновое изображение, то, соответственно, открыть фоновое изображение и сохранить. Если изображение просто, то сохранить, как у нас сохраняется все в папку, все картинки. И полный способ это инструменты и информация о странице. Мультимедиа. И здесь у нас вся графика данной страницы. Продолжение следует...